Олег Александрович, сегодня проходило заседание рабочей группы в областной думе. Принимались важные решения, которые касались у нас большегрузов, и несколько вопросов, которые затрагивали проблему капитального ремонта. Вот расскажите, что решили депутаты, и почему тот же вопрос с большегрузами вы, насколько я знаю, назвали даже революционным? Ну, к счастью или к несчастью, мы сегодня ничего не решили. Почему я назвал революционным? Выступал представитель прокуратуры Саратовской области. Они два месяца творчески и кропотливо занимались изучением ситуации на примере красноармейской стоянки. Значит, изучали нормативную базу, приказ Минтранса. И в своем выступлении четко сегодня орган надзора озвучил, что эвакуация за перегруз является незаконной, так же, как и не за габарит. Я могу сказать, что мы и до этого, в общем-то, эту тему поднимали, и в феврале, и в марте, потому что КОАП 27, часть 1, она четко предусматривает, что первое, что должно произойти при задержании транспортного средства, это должно быть ликвидировано, причина задержания, и тогда задержание прекращается. Ну, в отношении перевеса, это, естественно, устранение лишнего груза. Там, если это не габарит, значит, какие другие действия по приведению в соответствии, там, в случае того, что оформление пропуска. Потому что, в принципе, мы же возим не габариты, просто все надо в свое время оформлять. А это принципиальный вопрос. То есть, если исходить из-за того, что было озвучено, то все, что делалось до фактически сегодняшнего дня и продолжает делаться, не совсем законно. Поэтому мы задали вопрос представителю автодорожного надзора, как они относятся, значит, к тому, что сказал представитель прокуратуры. Ну, конкретно ответа не услышали. Значит, что прозвучало, мы доложим руководству. Значит, поэтому, конечно, депутаты стали возмущаться. В общем-то, естественно, что достаточно сумбурно проходила рабочая группа. Но смысл сводится к тому, что все-таки большинство депутатского корпуса, большинство из тех, кто присутствовал, пришли к выводу, что наш региональный закон надо достаточно кардинально переделывать и четко прописывать, что все, что в рамках закона, в рамках наших полномочий по организации, так сказать, порядка эвакуации и хранения, это должно касаться только тогда ситуации, когда у нас или транспортное средство неисправно, или какие-то иные причины, связанные с его эвакуацией, но не перегруз и не габарит. Поэтому вот это слово, что у нас сегодня революционная рабочая группа, оно действительно прозвучало, потому что до этого мы шли по пути, как упростить, как защитить водителей от тех жалоб, которые постоянно с их стороны были, что тяжело забрать машину, что достаточно дорогостоящие мероприятия по эвакуации, хотя оно и регулировалось в Министерстве экономического развития в Сиротской области, но вот так кардинально, что вообще она, как сегодня прозвучало, является недопустимой. Я не хочу использовать слово незаконной, потому что были другие мнения, недопустимой. Значит, наверное, так вот это было впервые заявлено, поэтому мы будем продолжать работать. Законопроект в пятницу будет еще одна рабочая группа, и я думаю, что вот эта проблема, связанная с задержанием и с проблемой возврата транспортных средств в следствии перегруза, она в нашей области разрешится. Но это имеется в виду закон об эвакуации, да? А пока при монту тоже вопросы сегодня рассматривались? Там не было ничего глобального такого, чтобы было бы определяющим. Просто у нас на сегодняшний день существует практика, когда подрядные организации должны делать полностью все за свой счет, сдают работу, и спустя пять дней фонд должен оплатить. Эта ситуация невыгодна ни фонду капремонта, ни подрядчикам, потому что не все подрядчики могут по пять-шесть месяцев вкладывать деньги в выполнение достаточно затратных работ капитального характера, и фонд потом, когда все это сваливается, не всегда может оперативно за пять дней оплатить, потому что, как правило, все это или декабрь, когда у нас приемка осуществляется, значит, массовая, и возникают потенциальные угрозы судебных каких-то штрафных санкций со стороны подрядчиков. Поэтому после общения с подрядными организациями все-таки вы пришли к выводу, что надо дать фонду право по этапной оплате. Ну что такое этап? Вот берем крышу, есть тропильная клетка, есть покрытие, есть утеплитель. Вот уже три этапа. А есть еще масса. Значит, тогда не надо будет вымывать собственные оборотные средства, но в обмен на это подрядчик должен в договорах, уже не требовать в течение пяти дней, а в претензии договора будут иные сроки оплаты, но они будут приземленные. Хотя по ряду достаточно затратных элементов, прежде всего это замена лифта, сейчас имеются предварительные договоренности, что мы будем оплачивать эти работы с достаточно большой рассрочкой. Для того, чтобы увеличить количество в год, нам надо растянуть оплату. И те, кто производит лифты, уже идут на то, чтобы, особенно сейчас в условиях кризиса, когда, как я предполагаю, товарное кредитование выйдет на новый уровень, значит, чтобы увеличить объем замены лифтов. Поэтому вот эта вот рабочая группа сегодня состоялась, мы приняли это решение и будем вносить на заседание Думы для принятия в двух чтениях. Продолжение следует... Продолжение следует...